Виктор Остапчук, 177-й избирательный округ, Харьковщина. Уважаемые коллеги, сегодня на моем месте могли бы стоять кто-то угодно из депутатов-мажоритарщиков, потому что я буду сегодня говорить о проблемах автодорог, которые болезнены для всех регионов Украины. Однако дороги Харьковской области, прежде всего при фронтовом Донецком-Луганском направлениях, выделяются даже на общем фоне. Они раньше были в недострелительном состоянии, а передвижение тяжелой военной техники последние два года фактически уничтожили остатки дорожного покрытия. В частности, дорога Р-07 Чугуев-Миловое, прежде всего на участке Чугуев-Шевченково-Купенграницко-Слуганской области, в прошлом году была названа дорогой позора и вошла в пятерку худших автодорог Украины. Международная автодорога М-03 Киев-Харьков-Дожжанский от города Чугуев через Изюм до границы Харьковской и Донецкой областей также находится в аварийном состоянии. Хочу обратить внимание, что ее участок в самом городе Изюм, который представляет около 10 километров, является основной транспортной магистралью города. Сейчас этот участок похож на испытательный полигон, поскольку был и остается основным маршрутом военной техники от места разгрузки на железнодорожной станции Изюм в направлении зоны проведения АТО. Что же касается стратегического моста через реку Северский Донецк в Изюме, то в этом году ямочный ремонт дорожного покрытия там проведен, а так проблему это не решило. Мост находится в недовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Я не могу сказать, что Харьковская областная власть не содействует проведению данных важнейших автотрасс нормального состояния. Лично губернатор Игорь Райнин принимает все меры для того, чтобы ремонтные работы и начались, и проводились. Но хочу сказать, что средств сегодня выделенных крайне недостаточно. Поэтому я сегодня хотел бы просить, что Кабинет министра, Министерство инфраструктуры, что на дороге Чугуев-Шевченко-Купинск, Граница с Луганской областью необходимо выделить 60 миллионов гривен, а для приведения дороги в нормальное состояние Чугуев-Изюм, Границка с Донецкой областью необходимо еще 65 миллионов. Мы все надеемся, что в решении Кабинета министра, которое было принято 8 июня, эти обязательно деньги выделены и поступят в запланированные сроки. Хотел бы еще кратко остановиться на состоянии дороги Р-78, которая соединяет тоже эту трассу с поселком городского типа Боровой. На 30-ти километровом участке этой дороги от Куни-Чистоводовка из Уминского района под высокого Боровского района фактически ездить опасно. Я обращаю внимание на эту дорогу, потому что эта дорога или это направление является стратегическим с точки зрения национальной безопасности, так как она является частью альтернативной дороги Луганскую область через село Первомайское, Чернещина, Боровского района и выходит на Сватовский район. Я вам скажу, что здесь проехать можно уже, нельзя проехать не только автобусами, а и гусеничной техникой. Фактически Боровской район оказался отрезанным, как говорится, от большой земли. Обращаю внимание, что на этом участке и находится дамба через Красно-Скольское водохранилище с элементами моста, которая была построена в 1957 году и находится в предаваренном состоянии, и они отвечают требованиям безопасности движения. Ну, местные жители, и я лично уже не знаю, к кому обращаться по поводу обеспечения безопасности движения и просто жизнеобеспечения этих районов. Поэтому я понимаю, что у государства сегодня нет средств, чтобы оперативно привести в порядок все автодороги, которые недофинансировались десятилетиями. Однако никто не имеет права рисковать жизнью и здоровьем людей. Поэтому я считаю, что свое плечо в этом вопросе обязаны подставить железная дорога. Я 12 лет последний до прихода в парламент работал начальником дороги Южной. Хочу сказать, что для Харьковской области альтернатива опасным поездкам автотранспорта по дорогам есть. Это поезда двойного питания «Шкода», которые я лично заказывал, проектировались и строились они в Чехии именно для региональных перевозок. Я был в Литве, в Чехии, в Словакии. Там они используются как региональные поезда. И мы в свое время разработали концепцию улучшения регионального сообщения на Слобожанчине с учетом использования «Шкод», с расчетом пассажиропотока, подвязкой автотранспорта и местных электричек, которые должны были подвозить людей из дальних населенных пунктов на станции, где планировалась остановка этого регионального поезда. Таким образом, были бы решены транспортные проблемы десятков тысяч людей, живущих в населенных пунктах по маршруту Харьков, Чугуев, Шевченково, Купин, Боровая, Изюм, Балаклея, Харьков. И плюс, если сюда добавить еще и Краснолиманский район Донецкой области, это сегодня сотни-сотни тысяч людей, которые нуждаются сегодня в нормальном транспортных перевозках. Но, к сожалению, все эти планы так и остались на бумаге. Я не сомневаюсь, что шаг за шагом в Украине будут внедряться европейские нормы безопасности и комфорта регионального автомобильного железнодорожного сообщения. Поэтому прошу и требую от всех депутатов Харьковщины, от премьер-министра Владимира Гройсмана, министра инфраструктуры Владимира Мельяна, оказать содействие в выделении средств на ремонт указанных автодорог к Харьковской области, привести их в нормальное проезжесостояние, а также использовать электропоезда двойного питания по их прямому назначению, а именно для регионального железнодорожного сообщения Харьковской области. Дякую за увагу.